Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, поселок Витязево. Мы находимся на улице Лазурная. И сегодня посмотрим гостевой дом, который называется «На Лазурная». Адрес у него Лазурная, 12. А также сегодня поедем на Дальний пляж Тартуга. Протестируем маршрутку, узнаем, как это и почем. Ну и расскажу вам про всю инфраструктуру. Мы этот гостевой дом уже снимали пару лет назад. Единственный вопрос, почему пересъем, потому что появился свой большой удобный бассейн. Ценники от 540 рублей. Можно здесь отдохнуть. Это прям в пик сезона. Сегодня на календаре 8 июля 2022 года. То есть середина лета, друзья, говорят, что у нас все подорожало. А я продолжаю показывать вот такие прекрасные варианты. Парковка, друзья, слева и с правой стороны. Можно припарковаться под камерами. Парковка абсолютно бесплатная. Великолепное благоустройство территории, то есть с виноградниками, с зеленью. Отдельные лайки, респект. Можно пожарить шашлычок. Лазурная, 12. На входе есть ногомойка, чтобы смыть песочек после пляжа. И вот он, красавец, бассейн. Вокруг него есть зона отдыха, стульчики, лежачки. Дети купаются постоянно. Ребята говорят, что бассейн очень теплый. Рядышком с бассейном есть вот такая вот зона, чтобы покачаться. Батус, чтобы попрыгать. И здесь вот та зона, на которой я вам говорил, можно сесть, отдохнуть со своими продуктами, покушать. То есть очень красиво оформлено. Очень просторное, удобное место. Пожарили себе шашлычок, уселись. Проводите свой вечерок. Беседки мне такого формата очень нравятся. Почаще бы их встречать в гостевых домах. Здесь во дворе можно просто помыть ручки. Есть душ и туалет, чтобы вам не ходить в номер. На первом этаже есть общая кухня. Также есть гладильная доска. Стоит столик, чтобы можно было посидеть. Газовая плита, столешница, стиральная машинка, холодильник. Стирка стоимость 200 рублей, если надо. То есть просто отдали свои вещи и вам их растернули. Есть термопод. Все условия, которые в принципе нужны. Давайте посмотрим сейчас номера. Трехместный номер с доп. размещением. Заходим в номер. Номер довольно-таки большой. Есть место для хранения. Плечики повесить вещи ваши. Такие вот полочки. Холодильник. На входе установлено зеркало, чтобы можно было оценить, как вы выглядите. Санузел начнем. Санузел довольно-таки большой. Есть туалет, раковина, зеркальце, душевая кабинка. Здесь одна односпальная, двухспальная кровать. Есть кресло. Если вы приезжаете сюда с ребенком, в четвером, а взрослый ребенок там маленький, то за доп. место здесь денежку с вас на третьем этаже брать не будут. Спецсистема, телевизор и комод. Также у номера есть балкон. Помимо того, что спереди у вас есть стол, стул и здесь также есть стул, стол, чтобы посидеть. И здесь вид на виноградник. Номер действительно большой. Можете посмотреть в обратную сторону. То есть место будет предостаточно и удобно и комфортно отдыхать. Это пик сезона, ребята. То есть вот такие цены. Так, дорогие друзья, это третий этаж. Двухместный номер. С левой стороны можете увидеть тоже место для размещения ваших вещей. Есть холодильничек. Также имеется зеркало. Санузел также выглядит. То есть прям очень хорошо. Девочки, если вам нужен фен, то по требованию вам его предоставят. То есть можно с собой везти. Есть кроватки. Можно их, в принципе, раздвинуть. Я смотрю. Ну, можно спать вместе. Две прикроватные тумбочки. Еще одна тумбочка под телевизором. Телевизор. Стоит система. Также есть раскладывающееся кресло и свой балкон. На балконе стол, стул и еще один стульчик. И вот такой тоже вид. Сейчас заплетется виноградом и будет еще красивее. Стоимость данного номера без дополнительного места за 1700. С док-местным за 1800. Не забывайте, ребят, вы всегда можете поторговаться, предложить свои условия и приехать на отдых нам видеть. У нас все всегда идут на уступки. Есть еще двухместный номер. Он без балкончика. Стоит чуть-чуть дешевле. У них стул и столик расположены здесь. В номере двухспальная кровать. Одна большая. И возможность док-места. До пяти лет док-места бесплатно. Стоимость номера 1600. 100-200 рублей доплатить, если после пяти лет. В номере имеется комод, телевизор, картина, красивый потолок. Место для хранения расположено с той стороны. Сплит-система и холодильник. Еще одна прикроватная тумбочка. И сам санузел выглядит вот так. Туалет, раковина, зеркальце. И здесь есть зона для того, чтобы помыться можно было. Очень красиво. Цветы. Хозяин очень любит зелень. Может видеть здесь тоже. И как красиво смотрится. Двор, конечно же, с бассейном. Двухместный номер. С возможностью дополнительного места. Стоимость 1700 и 1800 с док-местом. А есть куда повесить вещи. Вот такой вот штатив стоит. Телевизор, холодильник, стол с зеркальцем, шкаф. Шкафчик выглядит вот так. Возле кроватки есть две тумбочки с светильниками и вот такие симпатичные полочки. Сам узел выглядит вот так вот. Раковина, зеркало, туалет и душевая кабинка. Есть выход на балкон. Стул, стол, еще один стульчик и вид на бассейн. Большой номер. Здесь размещение до пяти человек возможно. На входе есть такое зеркало. Возможность повесить свои вещи. Есть холодильник. Здесь тоже место для хранения. Кстати, класс, тут не закрыто. Так легко показывать. Надо ничего открывать. Здесь раскладывающийся диван. Две кровати. Двухспальная и односпальная. Есть тумбочка, сплит-система, телевизор, комодик. Здесь места прям ну очень много в этом номере. Есть еще балкон. Балкон большущий. Есть стол, стулья. Многие ценят. Есть разделение между балконами. И также место для того, чтобы посушить вещи. Санузел выглядит в этом номере вот так вот. Зеркало, раковина, туалет, душевая. Стоимость сейчас пик сезона этого номера 2700 рублей. До пяти человек. Это получается по 540 рублей с человека. Пик сезона. Поселок Витязево. Посмотрим номер на первом этаже. Рядышком с бассейном. Тоже есть свой стул, стол. Номер без балкона, но очень удобно для тех, кто приезжает с детками. Потому что первый этаж и вы сразу можете контролировать своих детей. На входе есть место, куда повесить свои вещи. Холодильничек, шкаф для хранения ваших вещей. Выглядит шкаф вот так. Сам номер 4. Кровать стоит двуспальная и две односпальные. Есть три прикроватных тумбочки. Есть телевизор, сплит-система, окошко и зеркало. Вот такой вот номер. Выглядит санузел, раковина, зеркало, туалет и душевая. Стоимость данного номера 2500 рублей. Но не забывайте, ребят, я повторю, можно поторговаться. Звоните номер напрямую. Ходим из гостевого дома, становимся прямо вот здесь и ждем маршруточку. И на ней уже отправляемся на пляж. Возвращает она нас также сюда. Сейчас вам ее покажу и по деньгам все расскажу. Ну пока давайте вот через дорогу перейдем. Узнаем, по чем стоимость фруктов, овощей. 80. Помидоры. 160. Персик. 220. Абрикос армянский. 170. 170. 170. Арбузик. Денька. Здесь магазин копеечка. В ту сторону, с правой стороны. Есть шашлычные. Прям одна за другой. Если вдруг вам не хочется самим жарить, то пошли, сели, отдохнули. К нам реально все в шаговой доступности. Параллея здесь где-то минут 15. Если пешочком прогуляться. Вот она подъезжает маршруточка на Токтугу. Мы на ней поедем. Темные стопушки в маршрутке. И со спокойной душой поехали. Стоимость проезда 40 рублей. Маршрутка ходит по курортной. Потом по уютной долгой на Шимбелиде. Выезжает на Горького. И дальше уже поехала на пляжик. Не доезжая к Токтугу. Откуда я езжу каждое утро практически купаться. Мы проезжаем уже параллель. Прошло буквально 3 минуты. Прям можно ездить на параллель на этой маршрутке. Отсюда садятся и едут на Токтугу даже с параллель. 8 минут буквально мы подъезжаем к первому пляжу. Он называется Ибица. Машинки паркуются спокойно. И здесь у нас первая остановочка. Можно попросить и выйти. Я езжу туда еще дальше. Есть пинтованная остановочка. Маршрутки ходят каждые 6-10 минут. То есть на это можете рассчитывать. На пляж перед выходом здесь есть, пожалуйста, лимонадик. Можно классик прикупить. Мусорка. То, чего нам всегда не хватает. И продажа разных надувашек. Имеется камера хранения. Направо также вижу, что там душевые есть. Душевый туалет здесь по 30 рублей. Камера хранения 200 рублей. Батут. Какой же отсюда цвету моря просто великолепный. 300 рублей стоимость пока не выйдешь. Либо 500 рублей на весь день стоит здесь покататься. Три одевалочки есть на пляже. Мусорки, то есть везде. Есть бар. Можно купить, пожалуйста, безалкогольный. Вот, а? Здесь возможность здесь посидеть. Прям в тенечке перекусить. Пирожки по 70. Есть сосиска в тесте. В зависимости от размера 100 и 150 рублей. Эти, я так понимаю, по 100, да? Да. Вот пирожочки по 70, пожалуйста. Шпажка шашлычка стоит 150. К нему идет 2 кусочка хлеба и лук. Картошка с салом 50 рублей шпажка. Куриный 100 рублей. Шпажка идет также 2 кусочка хлеба и лук. Салус 50 рублей. Снять в аренду лежачок. Стоимость 250 рублей под навесом. Либо под зонтиком 2 лежака 800 рублей. Варианты беседок, друзья, с двумя траватками. И она полностью закрывается. Стоимость 2000 рублей. Либо вот такая вот с качелькой. Она тоже полностью закрывается. Со всех сторон качелька катается. Можете прийти, создать интимные, так сказать, условия. И стоимость также 2000 рублей. Пляж называется Тихая гавань. Пляж, ребята говорят, что подготовили в этом году. То есть полностью просеяли песок. Огородили с канатами с двух сторон, чтобы машины не проезжали. И здесь можно было отдыхать. Катамаранчики сейчас волна. И катамараны использовать нельзя. За час там 800, то ли 1000 рублей. Точную информацию не знаю. Парень, которым занимается, ушел с пляжа. Пляж очень популярный. Хотя места здесь тоже, в принципе, предостаточно, чтобы приезжать и отдыхать. Все у нас сегодня радуются, плескаются в море. Это волна пока. Любая волна, наверное, опасная, как, в принципе, и само море. Это средство развлечения. Но ветер у нас моряк идет небольшой. И видите, как люди просто развлекаются с детками на волнах. Единственное, все держите под контролем. И всем хорошего отдыха, дорогие друзья. Температуры. 27,7. Это температура воздуха. И сейчас узнаем температуру водички. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»